Домашние животные Не сыновьям и мужу, а именно ему, Маркусу, симпатичному черненькому ослу. Добро пожаловать на Санторини. Это «Жизнь других». Многие знают, что Санторини – это город с белыми домами, где все должны приехать и сфотографироваться. А вот местные о своем городе говорят так. Тут больше вина, чем воды, больше ослов, чем людей, больше церквей, чем домов. Поэтому давайте сегодня узнаем, что на самом деле происходит за фасадами самых красивых белых домов в мире. Санторини – это один из самых знаменитых греческих островов. Здесь живет немного больше 16 тысяч человек. Но ежегодно в их жизнь врывается почти 1 миллион туристов. Каждый день на остров приплывает, прилетает, добирается 150 тысяч туристов. То есть в 10 раз больше людей, чем постоянных жителей острова. Если бы я родилась на Санторини, я бы, как Донис, делала потрясающие украшения. И потом с удовольствием узнавала, что их копируют мировые бренды. Да-да. Но я бы не расстраивалась, ведь как Мария была бы постоянно занята домашними делами. Выращивала томаты, черри, виноград и заботилась о детях, мужах и ослике. А может, я отправилась бы на поиски Атлантиды, как Жан-Ив Кусто, или Апостолос, профессиональный дайвер. Но в какой бы семье я не родилась на Санторини, я бы точно любила демотокефтис. Это легендарные традиционные котлеты из помидоров. Ой, а я их не люблю. Одно название, а не котлеты. Котлеты должны быть из мяса. Действительно так. Но как и большинство традиционных блюд, в разных странах котлеты из помидоров черри были блюдом для бедняков. Как раз для тех, кто не мог себе позволить купить мясо. Да и вообще, по местной легенде, помидоры черри появились именно на Санторини. И тоже совсем не от хорошей жизни. Да-да. Многие утверждают, что помидоры, да и томаты черри появились в Латинской Америке. Но к нам привезли помидоры из Египта. Это были обычные большие помидоры. Но когда их попробовали высаживать здесь, оказалось, что для них тут слишком мало воды. А вот вулканическая почва просто прекрасна. Поэтому помидоры росли, но маленькие. Зато очень сладкие. Такие помидоры черешни. Помидоры черри. Рецепт демотокефтис прост до неприличия. Вы мелко нарезаете томаты черри, лук, свежую мяту и свежий базилик. Добавляете яйца, муку и соль, перец по вкусу. И обжариваете в оливковом масле. Я хочу сказать, что я ела котлеты из чего угодно. Из мяса, из курицы, из свинины, из телятины. А из помидора даже не представляла. Но мне сказали, что здесь на Санторини делают из помидор очень много блюд. Это правда? Да, мы делаем из томатов черри что угодно. От салата до варенья. В соус можно добавлять к пасте и в суп делать запеканки, тефтели. Все что угодно. Вам рыба не нужна, мясо не нужно. Не знаю, там овощи не нужны. Дайте только помидоры и мы вам сделаем 100 блюд. Ну я пробую. Ребята, это очень вкусно. Я даже представить не могла, что котлеты из помидор мне могут понравиться. Вообще красота. Причем местные жители утверждают, что поесть в традиционной таверне у них на острове гораздо дешевле, чем пытаться приготовить точно такое же блюдо дома. Дело в том, что мы готовим исключительно из местных продуктов. Они недорогие, мы их покупаем у наших фермеров, хозяйств. А вот супермаркеты предпочитают работать с завозными продуктами. Их доставить на наш остров сложно, поэтому и цена выше. Я, конечно, верю, но проверю. Итак, порция помидорных котлет стоит таверне около 5 евро. А если я куплю все перечисленные ингредиенты в супермаркете, получится... Хм, давайте-ка посчитаем. Килограмм черри стоит 5 евро 20 центов. А нам нужно где-то 250 грамм. То есть 1 евро и 30 центов. Два яйца 50 центов, немного муки 30 центов, пучок мяты и базилика 1,5 евро и немного оливкового масла. И вот тоже посчитаем где-то 20 центов. 3,80 за одну порцию. Но если считать, что мое время бесценно, тогда да, в таверне дешевле. Действительно, для того, чтобы хоть что-то доставить на остров, нужно приложить огромное количество усилий. Например, если вы хотите заказать холодильник, телевизор или любую другую большую бытовую технику или мебель, вам нужно будет зарезервировать место на пароме. На острове есть салоны машины, но в них нет машины. Вы просто выбираете, какую хотите, оформляете, и вам ее доставляют с материка или соседних островов. Стоит такая услуга где-то 100-150 евро. Нужно сказать, что сейчас все это стало намного легче. Современная техника, быстрая логистика позволяют жителям Санторини не особо переживать из-за длительной доставки. А вот раньше все крупногабаритные вещи привозили на ослах. Просто потому, что к некоторым домам иначе нельзя было подобраться. Поэтому и считалось, что на Санторини осел нужен в любом хозяйстве. И ослов на острове было больше, чем людей. Если символ Парижа, Эйфелева башня, Лондона, Таурский мост, я не знаю, Нью-Йорка, небоскребы, то символ Санторини – это ослы. Ну, по крайней мере, так говорят сами местные жители. Не знаю я. Ослики для нас не просто животные, это члены семьи. Во многих странах так любят собак или кошек. Но вот у нас – осликов. Но борцы за права животных не очень верят в бескорыстную любовь местных к осликам. Организации часто обращаются к администрации острова с просьбами запретить ослам возить туристов. Мы кормим животных два раза в день. Все остальное время они не хотят, они только пьют. И работают они максимум 6-8 часов в день. Это намного меньше, чем раньше, когда их использовали в сельском хозяйстве. Сейчас ослики подвозят наверх уставших туристов. Одна поездка стоит 6 евро. Чтобы защитить осликов от перегрузки, погонщики обязательно на глаз оценивают вес туриста. Если турист весит около 200 килограммов, я не разрешу ему садиться на моих животных. Пусть идет пешком. Это не только любовь к животным, но и прагматизм. Ведь один осел стоит минимум 1000 евро. У каждого погонщика где-то 7-8 животных, за которыми они тщательно ухаживают сами. Сейчас ослы живут гораздо дольше, где-то до 30 лет. Раньше едва дотягивали до 15. В Санторини это остров контрастов. Раньше мебель привозили на осликах, и в то же время роженец народа отправляли на вертолетах и частных самолетах. Другого выхода просто не было. На Санторини всего лишь один роддом, который открыли всего лишь 5 лет назад. Он абсолютно дома. Но все равно, если вдруг возникают какие-то проблемы, роженец на частных самолетах везут или на Крит, или в Афину. На Санторини мне удалось сэкономить. Например, свой отель я забронировала со скидкой 20% благодаря Санторини Дискаунткарт. Вместе с Санторини Дискаунткарт каждый путешественник сможет открыть для себя удивительный остров Санторини и получить скидки в 160 заведениях острова. Рестораны, отели, аренды авто, яхты, туры и развлечения со скидкой до 50%. Мы очень рады, что наконец у нас есть родильное отделение прямо на острове, и женщинам больше не нужно рожать в Афинах. Ведь теперь каждый день у нас появляются самые настоящие санторинцы. Те, кто родился на острове и здесь вырастет. Сейчас у нас в родильном отделении работает 3 врача и 5 акушерок. Мы прекрасно справляемся. Если есть какие-то осложнения, роженицу все равно могут отправить в Афины или на Крит. Но это случается очень и очень редко. К тому же все покрывается страховкой. Именно так. Роды на Санторини, неважно, рожаешься на самом острове или мчишься на частном джете в Афине, полностью покрываются государственным страхованием, которое есть у каждой гречанки. Для женщин бесплатное медицинское обслуживание и пребывание в палате и еда. Вообще, стоит сказать, что Санторини считается одним из самых богатых островов Греции. Здесь средняя зарплата после бычета налогов чуть меньше тысячи евро, а минимальная 560. А вот на налоги местные очень жалуются. Налоги большие, даже ослики их обязаны платить, иначе штраф. И это не шутка. Здесь налог платится с машины, лодки и даже осла, если его используют как транспорт. Да-да. Больше всего налогов платят владельцы среднего бизнеса. 40-60%. Почти все местные работают в туристической сфере, поэтому их работа длится сезон. С марта по октябрь. Летом работают абсолютно все, даже школьники и студенты. А вот зимой делать абсолютно нечего. Мы отдыхаем. Вокруг ничего не происходит. За зимний отдых местные получают не полную зарплату, а пособие по безработице. Около 350 евро в месяц. При этом контракты трудовой стажа обязательно сохраняются. Но я бы хотела посчитать, насколько высокий уровень жизни у местных. Если средняя зарплата здесь 964 евро, посчитаем, как живется такому человеку. За аренду небольшой квартиры далеко от центра он будет платить 500 евро. За коммунальные услуги где-то 120 евро. Плюс еще 30 евро на домашний интернет и мобильный телефон. На еду один человек здесь тратит приблизительно 200 евро. И тогда у него остается еще 114 евро на транспорт, одежду, спорт и развлечения. Если это семья и каждая из пары получает среднюю зарплату, без проблем хватает и на детей, и на машину. У меня большая семья, поэтому деньги не задерживаются. Мы всегда на что-то откладываем. На бытовую технику, смену машины, путешествия. Денег остается немного, но я всегда могу позволить себе несколько раз в неделю перекусить в таверне. Все оставшиеся деньги мы обязательно тратим на путешествия. Надолго уехать не получается из-за работы, но две недели в году обязательно исследуем другие страны. Люди на Санторини живут не бедно, поэтому часто покупают дорогие украшения. Мы греки, это у нас в крови. Мы лучше купим прекрасное кольцо, чем новую машину. На Санторини, вот на таких узеньких улочках, очень много разных магазинов, лавочек. Знаете, что интересно? За чей счет они выживают? Ходят сюда местные или все-таки только одни туристы? А если бы не было туристов? Идем все это и узнаем. Ну, интересно же, правильно? Кто покупает все это? Калимера. Калиспера. Калиспера. Ну, хорошо. У меня такой легкий, так сказать, акцент. Доня, слушай, я вот иду по улицам, тут столько магазинов, столько всего. Как вы выживаете? У вас, наверное, огромная конкуренция здесь, да? Вы знаете, нет у нас конкуренции. Мы здесь уже больше 30 лет. Это семейный бизнес. Мы знаем всех из своих коллеги, конкурентов и покупателей. Сложно конкурировать, когда все вокруг как родные. Ну, ты мне скажи, кто чаще всего у вас тут бывает? Туристы? Или все-таки местные тоже приходят к вам? Туристы чаще покупают какую-то мелочь, сувениры. Наши основные покупатели, если и туристы, то из Греции. Но не можем и пройти мимо украшений, да еще и золотых. Девушки здесь очень любят украшения. Не обязательно платить за дорогие рестораны, впечатлять машиной. Можно просто купить какую-то оригинальную безделушку. И тут внезапно я почувствовала, что и во мне есть греческая кровь. И она именно сейчас начала себя проявлять. Донис, а вот скажи мне, у вас, скажи, столько красоты. Покажи мне самое классное, на твой взгляд, украшение, самое дорогое. Вот эта коллекция моя любимая. Она посвящена именно Санторини. И ее не раз копировали известные модные бренды. Конечно, конечно, они все, знаешь, скопировали. Ну, хорошо, а сколько стоит вот это? Ну, вот это вот колье, сколько стоит? Не могу сказать. Разве что по секрету на ушко. О-о! Слушай, ну я, наверное, себе куплю. Вы тоже хотите? Тогда заказывайте самый удобный и выгодный перелет через Авиасейлс. И наслаждайтесь Санторини, правильно? Видишь? Что красиво. Простите, но секрет вам не открою. Я же обещала. Зато открою другие секреты. Например, секрет идеального фото на Санторини. Огромное количество туристов приезжает на Санторини не для того, чтобы посмотреть развалины или исследовать древние амфитеатры. Здесь всего один археологический музей. А для того, чтобы сделать селфи для социальных сетей. Вот это и есть знаменитые виды Санторини. Да, со всего мира люди. И знаменитые блогеры сюда приезжают только ради того, чтобы сделать красивую фотографию. Но поверьте, для того, чтобы сделать эту фотографию, нужно отстоять очереди. Пробиться через толпу людей локтями. Для того, чтобы потом все было очень красиво. В самые популярные точки всегда стоит очередь. Даже утром. Если повезет, вы прождете 15 минут, полчаса. Местные жители относятся к этому спокойно. Мы понимаем, что люди приехали на остров именно за той фотографией. А мы видим эту красоту каждый день. Воды на Санторини получаются просто превосходными в любом месте. И все благодаря такой простой, но очень узнаваемой архитектуре. Все дома на Санторини белые, с голубыми ставнями и голубыми дверями. А знаете почему? Потому что это цвет греческого флага. Есть много версий, почему так случилось. По одной из них, во время Второй мировой войны, когда остров был оккупирован, жителям не разрешали вешать свои флаги. Поэтому мы превратили в флаги свои собственные дома. Это получилось как-то случайно, само собой. У нас нет закона, чтобы жители окрашивали свои дома в белый. Нет штрафов за другие цвета. Мы, скажем так, рекомендуем придерживаться традиции, но не настаиваем. Я бы ни за что не перекрасила свой дом в любой другой цвет. Синие и белые – это же самое красивое сочетание в мире. Небо и песок, море и морская пена – флаг моей страны. Очень редко, но на острове встречаются бледно-розовые или желтые домики. Но на самом деле жители не хотят перекрашивать свою собственность и по очень прагматичной причине. Белые домики стоят дороже, чем обычные. А недвижимость на Санторини очень дорогая. Цены на один квадратный метр в белом домике с видом на вулкан часто достигают 10 тысяч евро. Но еще дороже может стоить квадратный метр в пещере. Вот это вот знаменитый город. И посмотрите, какой шикарный вид, господи. Вот представляешь, вот так вот живешь, так вот выходишь, и вот тут люди живут. Представляете, живут тут люди. Ну, честно говоря, уже очень мало тут живут, но все вот эти дома практически уже, ну, сдаются для того, чтобы приезжали туристы. В один, конечно, такой дом мы зайдем, естественно. Вот так вот калиточка. Вот так, честно говоря, калиточка для честного слова, понимаете? Вот эти все дома, все они белые, а я иду в такой желтоватенький. Вот так, чтобы он хоть чуть-чуть отличался. Тут джакузи практически... О, какая тепленькая водичка! О-о-о! А вода тут очень дорогая. Чтобы поставить такое джакузи, надо где-то 6-7 тысяч евро. И ценится потом. О, какая тепленькая водичка! О, не хочу работать, хочу в джакузи сидеть. Ну, идем вовнутрь. Скажу вам честно, ни один санторинец никогда бы не сделал в своем доме джакузи. Мы слишком ценим воду, но туристы просили, и мы сделали. Кухня. Тут электричество. Тут газа нет. Здесь тут только электричество. Центральное здесь водоснабжение, чтобы вы понимали. Доказательства. В современных пещерах есть абсолютно все удобства. И вода, и электричество, и даже кондиционеры. Хотя мало кому они нужны. В пещере всегда много воздуха и приятная для человека температура. Телевизор. Понимаете? Кто там рассказывает сказочке, что не смотрит телевизор? Пожалуйста. Даже здесь, в пещерах, есть телевизор, кондиционеры. Тоже очень важно. Но знаете, что самое интересное? Что в этих пещерах и зимой, и летом 17-18 градусов держится температура. Потому что вот так вот они сделаны. Они так вот, видите, вырыты. И так вот их рыли-рыли. Сначала вырыли одну пещеру. Потом рыли-рыли-рыли-рыли. И дарыли. Ну, удивительно, знаешь, что тут, наверное, работает какая-то вентиляция. Потому что очень, ну, много воздуха. Вот скажи, оператор, скажи. Да, видишь? Мы поэтому и не знаем, сколько на самом деле лет нашей пещере. Больше двухсот точно. Но вначале была вырыта одна комната. Потом больше разными людьми, разными владельцами. Раньше прямо возле пещеры лежала лопата, и можно было вырыть себе комнату. Тут лестница вниз. Там еще даже кровать есть. Вот это пещерочка. Такие пещеры очень дорогие. Их цена начинается от миллиона евро. Сейчас мы в них не живем, не имеет смысла. Такие пещеры сдают туристам, и ночь здесь будет стоить около 500 евро. А ведь пещеры такие дорогие не только из-за своей истории и поражающего внешнего вида. Это еще и один из самых безопасных видов жилья именно для жителей Санторини. Да-да. Больше всего жители острова боятся землетрясений. Потому что в 20 веке именно тут произошло самое страшное землетрясение. В котором пострадали очень многие дома и очень многие люди. Мне было 9 лет, но я до сих пор хорошо помню этот день и это утро. Накануне мы приплыли на Санторини на корабле. Мама, я и мои братья и сестры остались, а папа вернулся на работу на другой остров. И вот я заснула, и мне снится, что я опять на корабле. Но в этот раз страшный шторм меня трясет и качает. Я проснулась, а качка не останавливалась. Я сказала маме, я не хочу быть на корабле. Она только прошептала, держись, схватила меня и всех остальных детей в охапку и бросилась на нас сверху, прикрывая своим телом. Наш дом и дома всех соседей были разрушены. В 5 часов утра на рассвете почти весь остров Санторини был разрушен. Не только самим землетрясением мощностью 7,5 баллов. За ним последовала мощная волна цунами и афтершок. Еще одно землетрясение мощностью в 6,5 баллов. 549 домов были разрушены полностью. Почти полторы тысячи очень сильно повреждены. Все остальные две тысячи получили значимые повреждения. 100 человек погибло. Я родился в этом году, в 56-м. Родители говорили мне, что это был катастрофический год. Все здания были разрушены, больницы, дома. Когда было землетрясение, пещеры не пострадали. Ведь они находятся в земле и вырыты по принципу гнезда. Такие катастрофы им не страшны. А ведь такое же землетрясение, по легенде, уничтожило Атлантиду. Ведь считается, что именно наш остров и есть Атлантида. Он больше всего похож на то, что описывал Платон. И в один день был поглощен водой из-за извержения вулкана. Тогда погибли все. Жаке Фусто сделал Санторини известным на весь мир. Да, он снял два фильма про остров, потому что искренне верил, что именно здесь находится Атлантида. Скажи мне, почему ты занимаешься дайвингом? Это моя жизнь. Я родился на острове, всегда был окружен водой. И тем временем, как мои друзья хотели путешествовать в другие страны, я больше всего мечтал исследовать морское дно. А профессионально я занимаюсь дайвингом уже больше 25 лет. Это правда, что вокруг острова очень мало рыб? Да, к сожалению, никто не контролировал ни рыбаков, ни компаний, которые занимались рыбой в промышленных масштабах. Более того, вокруг Санторини постоянно курсируют лодки и круизные лайнеры, которые очень влияют на нашу экосистему. Мы сотрудничаем с фондом Кусто. Он основан сыном самого Жака Ива Кусто. И вот один из проектов – это создание всех условий для того, чтобы рыба размножалась, и ее никто не беспокоил. Мы отгораживаем огромные куски моря, туда нельзя заплывать лодкам, рыбакам, разве что дайверам с сопровождением. И там рыбы могут жить спокойно. Это правда, что тут дайверы занимаются поиском Атлантиды. С чего они взяли, что тут она есть? А где ей еще быть? Это же самое прекрасное место на Земле. Поиски Атлантиды у Санторини начал Жак Ив Кусто в 70-х годах. Тогда был огромный прогресс. Нашли много логических доказательств. Это вызвало интерес. Сюда ехали ученые, журналисты и дайверы со всего мира. Но с тех пор поиски Атлантиды интересуют все меньше людей. И этому почти не уделяется времени. А вот местных темы до сих пор беспокоят, как и проблема с землетрясениями. Я хочу стать архитектором для того, чтобы строить дома, которые бы не пострадали от землетрясений. Первый такой я хочу построить для своей семьи. Для того, чтобы стать архитектором, нужно, конечно, получить высшее образование. Георгий сейчас учится в техникуме, куда поступил, получив обязательное образование в школе. А дальше? У нас нет ни университета, ни вообще какого-либо высшего учебного заведения. Поэтому все мои ровесники уезжали либо в Афины, либо в другие города. Где-то 60% моих знакомых получали высшее образование в другом месте. Но работать возвращались на Санторине. Ты заканчиваешь техникум или лицей на твой выбор. Это как старшие классы школы. Но они необязательные. И потом можешь или поступить в университет в другом городе, или уже пойти работать. Почти все мои друзья планируют уезжать за высшим образованием. Многие хотят даже учиться в других странах, например, в Америке. Пока местные уезжают учиться за границу, на Санторине приезжает молодежь со всего мира. Санторине – это такое место, куда все приезжают, чтобы тусоваться. Романтические всякие путешествия, даже свадьбы. Ну, это все знают. Даже мои знакомые приезжают. Но мне же интересно, как тут развлекаются местные. Мы сейчас это все и узнаем. Мы очень любим гулять. Чаще всего на свидание приглашаем или встретить рассвет, или провожать закат. И почти каждый день с друзьями ходим в кафе или таверны. Это недорого. А вот пятница и суббота – это клубные дни. На Санторине три больших клуба и где-то пять маленьких. Мы работаем только с апреля по ноябрь, а зимой отдыхаем. Но пока еще сезон в разгаре, поговорим с местными, которые не пропускают ни одной вечеринки. А чем отличаются вечеринки на Санторине и в других странах? Здесь абсолютно все клубы открыты на свежем воздухе. Ты танцуешь, вдыхаешь морской ветер, смотришь на звезды. Лучше не придумаешь. Как вы тут знакомитесь? Тебе вот сложно здесь, наверное, всех знаете? Конечно, так и знакомимся. Это или сестра одноклассника, или подруга соседки, или дочь маминых знакомых. Поэтому и отношения нужно строить очень осторожно, чтобы никого не обидеть. С туристками совсем другое дело. А если вот тут знакомиться с девочками, кто платит чек? Девушка или парень? Всегда платит парень. На Санторине все мужчины джентльмены и умеют ухаживать за девушками. Только вход в клуб стоит 20 евро. Правда, вы еще получаете напиток в подарок. Некоторые больше ничего не покупают, а некоторые... Как-то свою свадьбу у нас праздновала пара из Швеции. И они купили все, что было в баре, и угостили абсолютно всех посетителей клуба. После клубов те, кто удачно познакомился, идут встречать рассвет. А остальные отправляются домой. Здесь часто можно увидеть девушек, которые идут в темноте абсолютно бесстрашно. Одни из кучи золотых украшений. На Санторине никогда не было никаких значимых криминальных происшествий. Самое страшное преступление здесь езда в нетрезвом виде за рулем. Тем не менее, у нас в штате 150 полицейских, и они полностью справляются со своими задачами. Здесь никто не совершает преступления, ведь отсюда очень и очень тяжело сбежать. Это маленький остров, тебя сразу же поймают. Как же это прекрасно для жизни. Можно надевать любые украшения, бросать сумку рядом с собой в ресторане, а главное, спокойно отправлять детей в школу. Ой, вы знаете, так давно не вытирала доску. Прям так даже нравится, знаешь. Тут еще фломастером пишут. Ну, это все ерунда. На самом деле на Санторине всего лишь шесть школ. Представляете, шесть и все. И все они государственные. Не платишь ни копейки. Мы живем в очень маленьком городке, даже можно сказать в деревне. Но даже у нас есть своя школа. И она прекрасно оснащена. У нас отличные учителя. Есть все необходимое для учебы. В некоторых классах совсем мало детей. И для некоторых уроков их могут объединять. Нас в классе всего трое. Я и два моих друга. Это сложно. К нам слишком много внимания. Не прогуляешь. Образование на Санторине такое же, как и в большинстве европейских школ. С трех лет можно отдать детей в начальную школу. До этого только платные частные детские садики. На Крошечном острове вполне достаточно детских садов. И в отличие от многих больших городов, мамам не нужно занимать очередь. Еще до встречи. С будущим мужем. И школа, и садик от нас совсем недалеко. Очень удобно добираться. Устроиться в садик можно без проблем. Мне нужно было возвращаться на работу, поэтому оба моих сына практически с пеленок в разных учебных заведениях. У нас трое детей. И все ходили в один садик, потом в одну школу. Мы всегда знали, что так будет, и ни о чем не беспокоились. И садики, и школы прекрасно оснащены. Они очень современные. С шести лет начинается обязательная школа, и длится она девять лет. Если дети хотят поступать в высшие учебные заведения, они должны закончить образование, пойти в техникум или лицей. Все в школе бесплатно. Нет только питание. Дети либо приносят из дому, либо покупают в специальном киоске. Там все очень дешево, и продукты тщательно проверяются. Полностью отвечают всем требованиям для питания детям. В школе нет столовой, потому что детей не кормят. Ну, есть такое вот окошечко, назовем это так, куда дети могут прийти и купить себе, я вот вижу, булочки, вода, соки, какие-то там выпечка какая-то. Кофе у них нет. Кофе только для учителей. Мне сказал директор по секрету. Представляешь? Ну, так, два с половиной евро, и ребенок может сделать тебе перекус. Ох, чипсы. Ой, как всегда, всякая чушь для детей. Моя бабушка узнала бы, с ума сошла. Я уже очень много лет работаю директором школы. Да, и всю жизнь до этого был в сфере образования. И за всю мою практику не помню, чтобы детей исключали или выгоняли. Они ничего плохого не делают. К тому же, если их выгонят, они не смогут ничего скрыть. Об этом будет знать каждый житель острова. И это не преувеличение. На Санторине люди так хорошо знают друг друга, что им не нужны даже самые элементарные вещи. Например, номера домов. На Санторине адрес звучит приблизительно так. Большой дом на том конце острова. Ну вот, я по такому адресу и приехала. Ой, ну а что непонятного? Большой дом на острове, господи. У нас всегда есть какой-то заметный пункт отсчета. Например, маяк, почта, книжный магазин. И мы объясняем дорогу так. Второй дом налево от почты. А сейчас мы посмотрим, как живет обычная семья на Санторине. В белом доме вдали от других, на острове справа от маяка. Привет, Жанна. Как ты? Ой, я привет. Очень прекрасно. Вы легко нас нашли? Да, ты знаешь, кстати, так страшно. Но у вас же нет ни улиц, ни номеров домов? Нет, ничего нет. Мы описываем путь, а не даем адрес. Где живет Мария? На другой стороне острова. И все, и поехала, и нашел. Дом Марии перешел ей по наследству от родителей. Когда-то его построил ее прадед. Дом светлый и просторный. 200 квадратных метров. Здесь несколько этажей. У каждого члена семьи своя комната. Ну а главное, потрясающая веранда. Мы в доме не бываем почти. Зачем, когда есть такая веранда? Ничего себе, вот эта верандочка у вас. И с таким видом. Ооо. Прямо на веранде и небольшая кухня, где Мария готовит свой любимый кофе. Ой, как же приятно в каждом уголке планеты находить единомышленников. А чем греческий кофе отличается от другого какого-то? От европейского или американского всем. Но этот тот же турецкий кофе почти такой же. Так же готовится. Пару ложечек кофе, сахара и в турку. Моя мама, как говорит, в турочке сварим кофе. И вот уже на веранду прибегают дети, которые только вернулись из школы. И к нам присоединяется муж Марии. А кто у вас в семье главный? Сейчас будем ругаться. Все главные. Или наш сын Герасимус. Сейчас будем ругаться. А если серьезно, нет у нас главного. Мы же семья. А вы ругаетесь? Нет, нам это давно надоело. Мы вместе еще со школы. Встречались 13 лет и уже 12 лет женаты. Мы не представляем жизни друг без друга. Боже мой, ничего. А не надоело вам еще друг с другом? Нет, мы так долго вместе, что мы стали как бы одним человеком. У нас такие же взгляды, мечты. Ты же сам себе не можешь надоесть. Ну так вот посмотришь на вас, ребята, кажется, что вы живете в раю. Прекрасный дом, шикарный вид, замечательные дети, красивая прическа у ребенка. Вы уже сто лет вместе, не ругаетесь даже. Что у вас плохо? Какие у вас проблемы? Много у нас проблем, как у всех. Но мы не думаем о них, а просто их решаем. Все проблемы решаются, поэтому главное, что нас действительно беспокоит, как находить время для детей, для друг друга, для семьи. А все остальное мелочи. Тем более, что в этой семье есть еще один важный, скажем так, член семьи. Осел Маркус. А ваш ослик вам он зачем? Он просто как член вашей семьи, как у меня вот три собачки. Ему шесть лет. Он обычно встречает гостей и поднимает нам настроение, когда грустно. Ведь он умеет улыбаться. А еще селфи с ним приносит удачу. То есть ваш ослик практически как мои три собаки. Знаете, те тоже улыбаются, тоже селфи обожают. Знаете, все что. Вот хорошо устроились, понимаешь? А мои вот эти, которые ремонт делают, тоже прекрасно устроились. Они тоже, знаешь, селфи любят делать со мной. Я тоже хочу немного удачи, поэтому пошла к Маркусу за селфи. Это такой прекрасный дар. Не зацикливаться на проблемах. А ведь если разобраться, обычная жизнь на острове не такая уж и легкая. Например, здесь очень высокие цены на электричество. Летом за дом нужно будет платить около 150 евро в месяц. За квартиру около 100. А вот зимой счет может доходить даже до 500 евро. Ведь здесь нет центрального отопления и приходится греться самим. Иногда сети перегружаются, и электричество исчезает. Буквально два года назад оно исчезло на целую неделю. Это был кошмар. Ведь не работает кухня, нет воды. Дело в том, что на Санторини нет питьевой воды. Ее либо заказывают по оптовой цене, либо ставят специальную сложную систему очистки, либо даже собирают дождевую воду. И в то же время все страдают от влаги. У нас стоят специальные аппараты, которые подсушивают помещение. Иначе будет появляться плесень. Также мы обязательно красим свои дома 2-3 раза в год. А моем фасады едва ли не каждый день, ведь они покрываются вулканической пылью. Знаете, почему на Санторини белые чистые дома и грязные машины? Машины загрязняются моментально из-за вулканической пыли. Чтобы автомобиль был чистым, его нужно мыть каждый день. Это слишком большой расход воды. А мы на Санторини к воде относимся с уважением. У нас на весь остров всего три мойки. И там всегда очереди. Я не представляю, сколько свободного времени нужно иметь, чтобы мыть машину каждый день. Хотя на Санторини высокий уровень жизни и много богатых местных жителей, вы не увидите здесь машин класса люкс. Здесь такие узкие улицы, что на большой машине вы просто не проедете. К тому же туристы часто берут машины в аренду. Они совсем не привыкли к нашим маленьким дорогам и постоянно царапают наши автомобили. Дорогую машину просто жаль. Многие вообще не хотят напрягаться и втискиваться в крошечные переулки. И всю жизнь ходят пешком или пользуются автобусами. Тем более, что в отличие от машин, автобусы моют каждый день. У нас 10 маршрутов и где-то 25-30 автобусов. Зависит от сезона. Ждать нужно не больше 20 минут. И вы можете попасть в любую точку острова. Чем дальше едете, тем дороже. Но где-то от евро 20 до 2 евро за билет. Я всегда пользуюсь автобусами. Тем более, что мы покупаем специальные проездные. И наш проезд стоит почти в два раза дешевле. Удивительно, что на Санторине у студентов есть льготы, а у пенсионеров нет. Совсем. Подробнее об этом я поговорю с Евангелией. Она живет на Санторине с самого детства. В самом типичном белом доме с голубыми ставнями. Несколько лет назад она проводила в последний путь любимого мужа. И теперь каждый день с нетерпением ждет, когда в гости забегут сыновья, дочь, невестки или внуки. На Санторине пенсионеры должны экономить? Или вам хватает выплат пенсионных? У нас очень маленькая пенсия. Мой муж скончался, я получаю его пенсию как кормильца семьи. Это 400 евро. Есть также моя, но я получаю лишь половину из-за пенсии мужа. Это еще 200 евро. Вот и получается 600 евро. Ну, этого не хватает на жизнь? Нет, совершенно не хватает. У нас ужасно дорогое электричество, вода, плата за телефон, высокие налоги. Мне всегда приходится экономить. А у вас есть какие-то льготы пенсионные? Я не знаю, на ту же коммуналку, на какие-то продукты, может быть, на транспорт, на автобус? Нет никаких скидок. Мы всегда платим полную стоимость. Когда мой муж болел, у него были проблемы с сердцем, ему давали скидку в 50% на паром. И даже такой скидки сейчас ни для кого нет. У нас не принято просить помощи у детей. Наоборот, мы сами всегда им помогаем. Не важно, сколько им лет, сколько они зарабатывают, мама всегда остается мамой. Мои двери всегда открыты, я их жду с накрытым столом и распахнутыми объятиями. Евангелия, а скажи мне, расскажи мне, не знаю, свой самый счастливый день в жизни. Вот какой тебе приходит в голову? Это день, когда родилась моя маленькая доченька. Я всегда мечтала быть мамой дочери. У нас уже было два сына, и я их безумно люблю. Но когда я взяла на руки дочь, рядом стоял мой муж и два моих сына, радостно улыбались. Я помню это так, словно это было вчера. И помню, как я думала, у меня все получилось. Я получила от жизни все, что хотела. Я счастлива. Жизнь вокруг очень изменилась, и мне от этого грустно. Раньше у нас ничего не было, но люди вокруг были как одна семья. Мы всегда были готовы помочь друг другу, выслушать, вместе поплакать и посмеяться. Помню, кто-то испек хлеб, взял оливкового масла и уже зовет всех соседей просто угостить. Сейчас так много людей вокруг, но рядом с ними чувствуешь себя одиноким. Вот что, Илья, можешь сказать молодым, для того, чтобы они пришли к старости какими-то счастливыми? Вот что надо знать в молодости? Вы должны быть терпеливыми. Нельзя спешить, нельзя злиться. Если вы сердитесь, уйдите, успокойтесь, никогда не срывайтесь на своих близких, на окружающих. Это никогда не приведет ни к чему хорошему. Помните это. Если вы терпеливы, добры, трудолюбивы, вы будете счастливы. По-другому просто не бывает. На Санторини так мало места, что похоронить человека навсегда невозможно. Но если вы политик, выдающаяся личность или знаменитость, конечно, для таких будет исключение и можно их похоронить на 7 лет. Мы даже не кладем тела в гробы. Просто укутываем простыней. И никогда не бросаем цветы, только землю. Так как считаем, из земли ты пришел и в землю вернулся. Исключение могут сделать лишь для единиц и только для священнослужителей. Для тех, кто всю свою жизнь посвятил белым домам с синими крышами. Именно так на Санторини обозначают церковь. Жители Санторини моют свои белые домики каждый день. Не дают вулканической пыли ни единого шанса. Как не дают шанса никаким проблемам и горестям повлиять на свою жизнь. Пусть отключили свет, можно поужинать при свечах. Пусть не хватает на мясо, можно испечь вкусные котлеты из помидор. Пусть здесь нет университета, можно уехать и посмотреть мир. Пусть ты не нашел себе пару, можешь насладиться восходом солнца в тишине и одиночестве. Как сказала Евангелия, немного терпения и счастье обязательно придет. Субтитры создавал DimaTorzok За фасадами идеальных белых домов скрывается обычная жизнь. Обычные проблемы, обычные мечты. Пока туристы делают фотографии, они не замечают, как местные пытаются решить вопросы с электричеством, с водой. Как боятся покупать дорогие машины, как вынуждены уезжать далеко, чтобы получить высшее образование. А местным бы хотелось, чтобы те, кто приезжает на их прекрасный остров, в первую очередь... Хоть немного поинтересовались нашей историей. Много гуляли пешком. Больше общались с нами, с местными. Приходили в маленькие семейные таверны. Хоть раз поехали на другую сторону острова. Отложили телефоны и фотоаппараты и просто насладились закатом. Идеальные белые домики, идеальное синее море совсем не гарантируют идеальную жизнь. Поэтому только в наших силах жить так, как мы хотим. Жить своей жизнью, а не жизнью других. Редактор субтитров А.Семкин